На крыльце приземистого деревянного бунгала восседал внушительного вида мужчина. У него была большая голова, благородно посаженная, покрытая шевелюрой и прямой взгляд серых глаз без малейшей искорки смеха. Тогда его звали Фильям Сидни Портер. А в это время журналисты устраивали охоту на знаменитого литератора по фамилии О. Генри, которым зачитывались, о котором много говорили. Ажиотаж вокруг этого имени разгорался, потому что досужие репортеры смогли раскопать на него очень немного. О нем ходили различные слухи и легенды, и сама фигура его вызывала странные ощущения тайны. А Генри не любил называть свое настоящее имя. Репортеров избегал, о себе рассказывал скупо и неохотно, а иногда намеренно вводил публику в заблуждение. Новеллы и рассказы о Генри пользовались невероятным успехом. Первое, чем поражали его произведения, это необыкновенное чувство юмора. Американский поликлор был наполнен фразами из его произведений. У нас в России такие можно услышать, как боливар двоих не выдержит дороги, которые мы выбираем. И, пожалуй, самую известную, успеем добежать до канадской границы. Читая забавные истории, представляешь о Генри веселым и открытым человеком. На самом деле, Уильям Сидни Портер был абсолютно закрытым, необщительно, застенчивым. Он не поддерживал отношения и даже не знакомился ни с кем из литераторов. Почему о Генри скрывал многие факты своей жизни? Как будто чего-то боялся. Он был загадкой для своих современников, и эта загадка кроется в его биографии. Уильям Сидни Портер родился в небольшом поселке штата Северная Каролина. Его отец, врач по профессии, был человеком способным, добрым и несколько чудаковатым. Постепенно он забросил медицину, чтобы полностью отдаться своей страсти к механике. Он увлекся изобретением вечного двигателя, который должен был облегчить труд негров на плантациях. Мать Портера была одаренной женщиной, интересовалась музыкой, живописью, литературой. Окончила женский колледж, рисовала, писала стихи. Она умерла, когда Уильям ушел третий год. Его и брата воспитывала тетка. Окончив школу, Уильям работает у дяди в аптеке. Сначала просто продавцом. Через год, получив лицензию после окончания учебы, он уже работает фармацевтом. В 19 лет у него появляются серьезные симптомы турбикулеза. И врачи рекомендуют ему сменить климат. Он уезжает в Техас. Годы, проведенные в Техасе на ранчо, были для Портера просто восхитительны. Особенный быт на ранчо. Ковбои, мустанги, лампасы, кольты. За мои отношения с людьми все это было ново для него. И послужило богатым материалом для написания рассказов в будущем. В Техасе он проводит около двух лет. В 1883 году он переезжает в город Остин. И начинает работать бухгалтером, затем чертежником. В это время начинаются первые попытки сочинять книги. Следует отметить, что чтение книг было любимым занятием Портера. Работая чертежником, он имел вполне неплохой доход. В это время он много времени проводил за написанием рассказов. Процесс творчества его очень захватывал. В это же время в сердце молодого Портера врывается любовь, и он женится. Теперь уже семейное положение у Вильяма становится причиной смены работы чертежника на кассира и бухгалтера в банке одновременно. Все хорошо в жизни Портера, но жизнь ставит перед ним испытания. В 1895 году его обменяют в растрате банковских денег. Его арестовали, но до суда отпустили домой, так как отец писателя внес за него солидный залог. Но Вильям, не дождавшись суда, пускается в бега. Скрываясь от полиции, он добирается до Гондураса, законы которого не предусматривали выдачу подозреваемых властям США. Было договорено с женой, что она с маленькой дочкой приедет к нему через какое-то время. Но оставшись одна без средств существования и в силу этого живя в проголодь, молодая женщина находится на грани между жизнью и смертью из-за обострившейся болезни – турбикулеза. Естественно, о поездках мужу не могло быть и речи. И тогда Портер принимает решение вернуться домой. Любовь его к жене и дочери оказалась сильнее инстинкта самосохранения. В феврале 1897 года его арестовывают и признают виновным в растрате 854 долларов и 8 центов. Доказатель своей невиновности Портер не мог предоставить, понимая, что он не совсем добросовестно вел документацию, не серьезно относился к делу. В тюрьме он провел 3,5 года. Суд присудил ему 5 лет, но за хорошее поведение он был освобожден досрочно. В тюрьме он работал в тюремной аптеке, что давало ему некоторую поблажку. Там он числился как арестант номер 34 в 627. Жизнь переломилась непростым зигзагом, но не потеряла смысл. У него была дочь, которая воспитывалась у родных и ждала его. Он постоянно думал о ней среди банок, склянок, пробиров, весов в холодной тюремной аптеке. Грустил о том, что в канун Рождества он не может послать денег своим родным, чтобы они купили его дочери подарок. Портер вспоминает те времена, когда он печатал свои рассказы в мистической газете. Почему бы не попробовать опять? Пришла ему мысль. И он решает написать рождественский рассказ, послать его в журнал и заработать денег на подарок. Рождественский подарок Свистуна Дика. Так назвал Портер свой рассказ, который был напечатан в рождественском номере одного из журналов в 1899 году. Автор, оставшийся неизвестным в редакции, получил гонорар дочери Станта, где Рождества получила подарок. Во время тюремного заключения он написал 14 историй. Переправлял тексты издателям его друг. Подписывался Портер именем О. Генри. Это было первое имя, пришедшее ему в голову. Он садился подписывать свои работы настоящим именем. Но почему О. Генри? Сам писатель объяснял это так. О. Самая простая буква. Фамилия Генри взята из газеты. На вопрос, почему О, он пошутил. Пусть будет Оливер. И одно время он подписывал свои рассказы именем Оливер Генри. Так с жизненного пути исчез Уильям Портер и появился О. Генри. Освобожден теперь уже О. Генри. Был в 1901 году и сразу же перебирается в Нью-Йорк. Начинается период расцвета его литературного творчества. Читатели заметили автора с именем О. Генри. Издательский мир тоже заинтересовался таинственным О. Генри, присылавшим свои рассказы через третьих лиц. За восемь лет он написал более трехсот рассказов. С одним из журналов у него был подписан контракт – писать каждую неделю новый рассказ. Остроумные, с тонким юмором, отличающиеся словесным мастерством, авторы рассказы о Генри, несли в себе глубокое содержание и очень полюбились читателям. Наверняка буква О, поставленная перед Генри, подсказана была писателю не так просто. Прочитав сборник рассказов писателя, каждый с восхищением и восторгом скажет «О, Генри, это да!». Его рассказы необыкновенно занимательны и остроумны. Он сразу завоевывает внимание читателя, возбудив у него интерес и держит напряжение до самого конца. Литературное наследие о Генри содержит около трехсот новелл и один роман. Взятые вместе произведения о Генри представляют собой как-то юмористическую картину всей американской жизни конца XIX и начала XX веков. Замкнутость, уединение наложили отпечаток на его поведение, привычки, которые спровоцировали болезни, диапет и цирроз печени. В 1910 году о Генри умирает в возрасте 48 лет. Его похоронили на Эшвардском тихом кладбище. Среди скромных деревянных надгробий установили серый гранитный блок. Две строки. «Вильям Сидни Портер» 1862-1910. Тот, которого звали О. Генри. «Вильям Сидни Портер» 1862-1910. Тот, которого звали О. Генри. «Вильям Сидни Портер» 1862-1912. Тот, которого звали О. Генри.